Здравствуйте! Это библейский портал экзегет.ру. Сегодняшняя тема – пролог Евангелия от Иоанна. Первые 18 стихов первой главы Евангелия от Иоанна носит в богословской литературе название «пролог» или другое ударение «пролог». Относительно ударения можно заметить следующее. Конечно, с точки зрения русского языка можно ставить ударение «пролог», потому что это введение. Но очень часто, чтобы подчеркнуть, что речь идет о конкретном, уникальном прологе четвертого Евангелия, ставят ударение на манер церковнославянского языка, где слово «пролог» произносится именно так. «Пролог» от греческого «прологос» – введение. И вот этим словом, этим термином обозначают «богословское» введение ко всему четвертому Евангелию. В этом богословском введении содержатся все важные богословские мысли, которые потом евангелист приводит в свои книги. Но не только мысли, еще евангелист вводит новые термины, по-новому подходят к изложению богословских мыслей. «Пролог» Евангелия от Иоанна можно разделить на три части. Первая часть – стихи с первого по пятый. Бог, слово является соучастником в творении мира. Вторая часть – стихи с шестнадцатого по тринадцатый. Бог, слово – истинный свет, дающим верующим в Него возможность быть чадами Божьими. И третья часть – с четырнадцатого по восемнадцатый стихи – воплощение Бога слова и преподаяние благодати. Рассмотрим последовательно каждую из трех частей пролога. Первая часть начинается, наверное, наиболее знаменитой библейской фразой. «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». Так звучит данная фраза в синодальном русском переводе. Для того, чтобы ее понять, необходимо в той или иной степени обращаться к греческому тексту Евангелия от Иоанна, что мы сейчас и сделаем. «Вначале». Речь, конечно же, идет не о начале в смысле сотворения мира, потому что о сотворении мира будет сказано чуть дальше. Речь идет о некоем логическом начале внутритройческой божественной жизни. То есть данное в начале – это еще до сотворения мира в вечности. Это в Боге. «Вначале было слово». Греческий термин «логос». Термин может иметь массу значений в древнегреческом языке. Из них основные значения такие. Во-первых, «логос» – это некая мысль, которая формируется в уме. Во-вторых, «логос» – это мысль изреченная, как продукт деятельности ума. И в прологе, и в Евангелиях, и в большинстве мест Нового Завета термин «логос» употребляется именно во втором смысле. «Логос» – как изреченная мысль, как выражение чего-либо. В данном случае мы с вами видим, что «логос» – это не слово какое-то само по себе стоящее. А «логос» – это именно слово Божие, то есть то, что Бога выражает. Но обратите внимание, все это происходит в вечности, еще до сотворения мира. То есть Бог находит способ для самовыражения в виде своего слова. «И оно было, было, получается, до сотворения мира, оно было, и есть, и будет, потому что оно находится в вечности». В начале было слово. Имеется ли какое-то влияние в терминологии на Иоанна Богослова со стороны или иудейских палестинских авторов, или иудейских авторов александрийских? Вопрос далеко не праздный. Мы знаем, что у палестинских иудеев было представление о «мемре», о Слове Божьем. Но для иудеев Палестины 2-го века, 1-го века до Рождества Христова и 1-го века по Рождеству Христовым, «мемра» – Слово Божие – была посредником между Богом и человеком. «Мемра» выполняла роль демиурга, того, кто действует там, где уже задумал что-то сделать Бог. Поэтому «мемра» и «бог» в палестинской литературе, конечно же, понятия совершенно разного порядка. С другой стороны, у Филона Александрийского, как известно, в его произведениях даже имеется такой термин – «Слово Божье». Но Филон, когда говорит о Слове Божьем, называет этим термином одно из свойств Божьих – «силу Божью», «силу Божью творящую». Получается, что ни в палестинской литературе иудейской, ни у Филона Александрийского не имеется значения данного термина в том смысле, который придает этому термину Иоанн Богослов. Почему же это так? Может быть, это плохо? Может быть, как раз лучше, чтобы была зависимость у Иоанна Богослова от палестинских иудеев или от Филона Александрийского? Нет, это очень хорошо. Хорошо это по следующей причине. Наш русский дореволюционный исследователь Митрофа Дмитриевич Муретов, который посвятил магистерское исследование данному вопросу, утверждает, Филон Александрийский пытается, по сути дела, сконструировать учение о Слове Божием снизу вверх, отталкиваясь от человеческих, от философских представлений. В то время как у Иоанна Богослова тот смысл, который он вкладывает в понятие Слово Божие, это смысл, нисходящий сверху. Это результат божественного откровения. То, что Бог открыл ему, как апостолу, как очевидцу, вот это содержание он и вкладывает в термин Слово. Поэтому мы с вами должны констатировать, что Иоанн Богослов вполне независим в своем определении Слова Божие. Итак, в начале было Слово, и если мы обратимся к особенностям древнегреческого оригинала, то увидим, что стоит при термине Слово определенный артикль. Не все из нас изучают древнегреческий язык, но многие изучают, например, английский язык. И мы знаем, что в английском языке используются определенные артикли в тех случаях, когда необходимо указать на конкретный предмет, о котором уже известно слушателю. Он вполне понятен, что это за предмет. И вот точно так же используется определенный артикль и в древнегреческом языке. Так вот, здесь, в начале фразы, как раз при термине Логос стоит определенный артикль. У Иоанна Богослова еще пока нет объяснения, что это за Слово. Но он подчеркивает, это некое конкретное Слово, не абстрактное, не область фантазии или размышлений или созерцаний. Это некая конкретная личность Слова. Вначале было конкретное Слово. Можно перевести вот так. «И Слово было у Бога» – это синодальный перевод. Но если мы с вами смотрим древнегреческий текст, там стоит термин «к Богу». Точно так же переведено в церковно-славянском переводе. Слово было «к Богу». Кто-то скажет «совсем непонятно». Это, наверное, какая-то неграмотность со стороны евангелиста. Ничего подобного. Как непонятно нам с вами, так было непонятно и в конце первого века, когда апостол писал свои Евангелия. Он сознательно идет на такое выражение своей мысли. Слово, которое выражает Бога, не от него исходит. Как наши с вами человеческие слова, наши слова другие. Они немощны. Мы их произносим, они исходят от нас, но тут же пропадают, тут же уходят. Не таково Слово Божие. Слово Божье обращено к Нему самому. Знаете, вот лицом к лицу, когда общаются две личности. И вот точно так же и здесь. Слово Божье само является личностью. Почему? Потому что Бог есть абсолютная, всемогущая и вечная личность. И чтобы адекватно его выразить, его слово тоже должно быть всемогущей, абсолютной и вечной личностью. Которая, чтобы общаться с кем-то, общается с породившим его Богом. Поэтому в начале было конкретное слово. И это конкретное слово, там опять определенный артикль, было к Богу. А вот дальше в греческом тексте говорится, и Богом было это конкретное слово. Перед термином Бог в данной ситуации уже нет определенного артикля. А вот перед термином слова есть определенный артикль. Поэтому евангелист, сказав в первых двух частях первого стиха о том, что слово Божье было в начале, значит в вечности. Что оно обращено к Богу, причем к конкретному Богу, тому, о котором знают читатели. Оно само является Богом или, другой вариант перевода, божественным. И уже вот в этой первой фразе утверждение как абсолютности, так и вечности, так и личности слова Божьего. Второй стих. Оно было в начале к Богу. Здесь опять мы встречаем ту же конструкцию, что и в первом стихе, то есть не от Бога, а к Богу. Но стоит вопрос, для чего это добавление? Мы же только что услышали о том, что слово было в начале и слово было к Богу. Второй стих кажется излишним для нас, людей современной культуры. Но он абсолютно необходим, если мы вспомним, что Иоанн Богослов активно использует такой прием, литературный прием древнееврейской поэзии, как хиазм. Хиазм это такой прием, когда основной смысл находится в центре фразы, а, соответственно, начало и конец фразы друг друга дополняют симметрично друг к другу, друг с другом пересекаются. И вот если мы объединяем первый и второй стихи, то мы как раз с вами видим. «В начале было слово, и слово было к Богу, и Богом было слово, оно было в начале к Богу». Очевидно, что есть симметрия, но тогда мы с легкостью вычисляем, а что же в центре этого хиазма? А в центре хиазма то, что слово само является Богом. Вот это хочет подчеркнуть евангелист Иоанн Богослов. С этого он начинает свое Евангелие, что слово Божие само есть Бог. Третий стих. «Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть». В греческом тексте то, что мы переводим «начало быть» передано глаголом «гиноме». «Гиноме» – это очень важный глагол. Он указывает на происхождение, на становление, когда появляется что-то новое. Этот глагол часто встречается не только в Евангелии от Иоанна, но и у синоптика в первых трех Евангелиях. И вот как только появляется этот глагол, это указание на то, что какой-то новый этап в человеческой истории, на то, что что-то важное случается или происходит. В данном случае Евангелие Иоанн Богослов указывает на то, что важным является то, что вообще весь мир сотворен через Слово Божие. Все через него начало быть, соделалось, можно так перевести, и без ничего ничто не соделалось, что соделалось. Четвертый стих. «В нем была жизнь, и жизнь была свет людям», в синодальном переводе «свет человеков». О какой-то же жизни идет речь. Греческий язык знает два разных понятия для обозначения жизни. «Виос» или «биос», слово, которое нам хорошо известно, потому что у нас в русском языке есть биология, биолог и так далее. Это жизнь более низкого порядка, это животная жизнь. Но есть слово «зои», отсюда наше с вами русское имя «зоя», и, соответственно, зоология, зоопарк и так далее. И вот «зои» в греческом языке может быть синонимом термина «виос», но, как правило, указывает на жизнь более высокого порядка. Если говорить о людях, то «зои» – это жизнь нравственная, жизнь духовная. И получается, что в нем, во Слове Божьем, жизнь духовная, жизнь высокого порядка. И вот эта вот жизнь, в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Жизнь является светом, очень понятный и хороший символ. У нас с вами свет достижим практически в любой ситуации, сегодня в нашей цивилизации. Мы заходим в комнату, включаем свет, выходим на улицу, а там фонари горят. Едем на машине куда-нибудь в темный лес, но мощные светодиодные фары позволяют нам все рассмотреть даже ночью. Совсем иначе было в древнем мире, когда солнце заходило, опасно было ходить во тьме, когда нет света, потому что можно было споткнуться, упасть, могут быть разбойники, которые на тебя нападут и так далее. И поэтому, конечно же, свет – это возможность действовать, возможность выживать. Ну а в данной ситуации, раз речь идет о жизни более высокого порядка, слово является еще и светом духовным, в том смысле, что именно оно указует нам правильный путь к Богу. Пятый стих. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Но говорит Иоанн Богослов не только о свете, но также и о тьме. Тьма – это грех, порог, который есть в этом падшем мире. И вот если мы смотрим греческий оригинал, то там такой смысл – свет во тьме светит, и тьма его не обняла, не обхватила, в том смысле, чтобы схватить, сжать и уничтожить. Хотя тьма, но тьма как грех конкретных людей, иногда человеческих сообществ, очень хотела бы бороться и со Словом Божиим, и с самим Богом, бороться, чтобы его уничтожить, но это невозможно. На этом заканчивается первая часть пролога Евангелия от Иоанна. Вторая часть начинается достаточно неожиданно. Указанием на Иоанна Крестителя. Шестой стих. «Был человек, посланный от Бога, имя Ему Иоанн». Седьмой стих. «Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через Него». Восьмой. «Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете». Встает вопрос. Почему, начав с такого возвышенного богословия, с учения о том, какого Бог в вечности, евангелист вдруг говорит о конкретном человеке, о Иоанне Крестителе? Здесь никакой ошибки или, скажем так, отступления от какой-то логики в структуре пролога нет. Обращение идет к тому, кто является свидетелем среди людей. Но у нас с вами сейчас слово «свидетель» не имеет той силы, того значения, как греческое слово «мартис», которое употребляется в тексте Евангелия от Иоанна. Потому что «мартис» – это тот, кто свидетельствует о чем-то важном. Например, свидетель на суде. Мы с вами знаем, что даже сейчас бывают ситуации, когда есть программа, например, защиты свидетелей. Когда человек согласен, готов свидетельствовать о чем-то важном, или о чем-то хорошем, добром, или, к сожалению, в наших судах чаще всего о чем-то дурном и ужасном, то иногда этого человека необходимо даже защищать. То есть свидетель может подвергать себе опасности. Вот я рассказываю о каком-то преступлении, которое я видел, а может быть там, за дверями здания суда, уже поджидают дружки этого бандюгана или этого хулигана, этого преступника. Но точно так же опасным может быть свидетельство и о чем-то возвышенном важном. Так вот, свидетельство Иоанна, оно было даже и опасным для него. Поэтому он, его свидетельства важны, а важны потому, что он праведник. И еврейский народ о нем говорил, как о праведнике, с одной стороны. И сам Господь Иисус Христос свидетельствует, что не родился среди людей больше, чем Иоанн Креститель. Так вот, он пришел от Бога, будучи посланным, свидетельствовать, чтобы все уверовали через Него. То есть пришел для того, чтобы подготовить в еврейском народе определенную почву для прихода уже Машеха Христа. Но он сам не является светом, он всего лишь служитель света. Девятый стих. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». И вот, когда мы с вами читаем это предложение, то мы, как правило, ориентируемся на понимание синодального перевода. А синодальный перевод дает такое понимание, что «приходящий в мир» относится к каждому человеку. Но греческий текст позволяет и другое понимание. «Был свет истинный, приходящий в мир, который просвещает всякого человека». Это другое понимание предполагает, что «приходящий в мир» фраза относится к свету, к Слову Божию. И, конечно, если мы живем, как жили в XIX веке переводчики синодального перевода, в какой-то культуре, где христианство абсолютно распространено, где уже в детстве крестят младенцев, тогда, конечно, можно сказать, что Христос, свет, просвещает всякого человека, приходящего в мир. Но если ситуация такова, как сегодня, ведь далеко не все сегодня верующие, и когда человек рождается, не обязательно его принесут родители крестить, не обязательно он будет христианином с самого детства, то, конечно, на первый план сегодня выступает вот это другое альтернативное понимание, что «приходит в мир» Христос, а этот термин, приходящий в мир, Иоанн Богослов несколько раз дальше использует именно в отношении Иисуса Христа. Но Христос просвещает всякого человека, который желает быть просвещенным, который проявляет веру в Иисуса Христа. Итак, он свет истинный, который каждого из нас просвещает. 10 стих «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». Иоанн Богослов указывает на парадоксальность этой ситуации. Мир сотворен через Слово Божие, которое есть свет. Слово Божие пришло в мир, но мир не желает его узнать, увидеть, понять и принять. 11 стих «Пришел к своим, и свои его не приняли». Более того, говорит Иоанн Богослов, даже свои, то есть еврейский народ, который был воспитан законно Моисея пророками определенным образом, чтобы ожидать Машеха, даже еврейский народ его не принял. 12 стих «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дало власть быть чадами Божьими, но все-таки нашлись люди, которые его свет, Слово Божие приняли». И что же тогда происходит? Он удостоил их, чтобы они стали чадами, то есть детьми Божьими. Но вот здесь есть очень специфический термин «дал им власть быть детьми Божьими». Что же это за власть такая? Иногда кто-то может подумать, что речь идет о инквизиции, что если кто-то не готов быть сыном или дочерью Божией, то такового человека следует даже подчинить, принудить быть христианином. Ничего подобного. Стоит очень интересный, специфический греческий термин, который по-гречески звучит как «эксусия». Эксусия – это не власть как таковая. Мы с вами знаем термин «кратос», обозначающий власть, или термин «динамис», который означает «силу, присутствие, власть». Ну, у нас есть динамомашина, мы отсюда этот термин все знаем. Так вот здесь не употребляется ни «кратос», ни «динамис», а употребляется термин «эксусия». А «эксусия» в переводе на русский язык – это лицензия, возможность что-либо делать, полномочия, которые передаются. По сути дела, Иоанн Богосов говорит, Иисус Христос тем, которые веруют в Него, дает возможность стать сынами и дочерьми Божьими, детьми Божьими, возможность себя творчески в этом мире реализовать. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Подчеркиваю, что вера в Бога приводит к преображению человеческой жизни, так как если бы это было уже новое рождение, не рождение от физических родителей, а рождение именно духовное, верующий становится новым человеком. На этом заканчивается вторая часть пролога. Третья начинается с замечательной фразы. 14 стих. «И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Слово стало плотью. Используется греческий термин «саркс». «Саркс» – это именно плоть, или в нашей с вами современной уже богословской терминологии, которая восходит к более позднему периоду, это человеческая природа. «Слово стало именно человеком, подобным нам с вами, и обитало с нами, то есть даже поселило среди нас полное благодати и истины». Иоанн Богослов использует эти два термина как взаимодополняющие, потому что «благодать», а по-гречески «харис» – это очень хороший термин русский, который пришел к нам из туркового славянского языка. Искусственный термин, сочиненный термин переводчиками, указывающий на смысл данного греческого слова. То, что Бог нам дает, некий его божественный дар и благое воздействие на нас. Но не только Иисус принес с собой благодать, еще принес и истину, потому что недостаточно только даров Божьих. Мы должны еще о Боге что-то знать. И вот истина – это как раз некое теоретическое, интеллектуальное знание о Боге. И Господь приносит и то, и другое. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Греческий термин «локса» – «слава». В данном случае следует понимать не так, как наше русское слово «слава» в смысле «молва», «популярность». В библейском языке слава обозначает не человеческую молву, не то, что думают другие люди. Этот термин указывает на реальную возможность сделать какое-то важное, доброе дело. И максимальный момент славы Господа Иисуса Христа был, когда Он был распят на кресте, чтобы нас искупить от греха, проклятия и смерти. И мимо креста ходили люди, которые поносили, хулили Иисуса. Но это был момент максимальной Его славы. Поэтому, когда Иоанн Богосов говорит «мы видели Его славу», имеет в виду, что видели Его великие благие деяния, вне зависимости от того, что об этих деяниях говорили или говорят другие люди. Славу как единородного от Отца. И вот здесь Иоанн Богосов использует термин «единородный», который, соответствующий греческий термин, означает «единственный из рожденных». И понимать это место нужно следующим образом. Он есть Сын Божий, который единственный рожденный Отцом, также является Богом. Никаких других нет рожденных от Отца. Он единственный рожденный, поэтому, когда Он воплотился, Он и показал нам такие замечательные дела, в которых и проявилась Его слава. 15 стих. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня». Опять указывает на Иоанна Крестителя как очень авторитетного для евреев и для той эпохи деятеля. А Иоанн Креститель говорит «Он, хотя и хронологически следует за мною, но по чести, по достоинству, по своему значению, он становится впереди меня, потому что он был еще до меня, он был от века». 16 стих. «И от полноты Его мы все приняли и благодать на благодать». Все приняли от Его полноты, а от полноты чего? Благодати и истины, приобщились к полноте Его благодати и истины, Иисуса Христа. Следующее дальше выражение кажется непонятным «благодать на благодать». Но оно становится для нас понятным, если мы обращаемся к греческому тексту, потому что по-гречески оно звучит следующим образом. «Харин анти харитос». «Анти» – это очень интересный предлог, который может указывать на противопоставление или на замещение чего-либо. Мы с вами знаем «антихрист» термин. Когда придет антихрист, он потребует поклонения в свой адрес, примерно такой же, как сейчас мы, христиане, поклоняемся Богу. То есть он, антихрист, вытеснит Бога, это вытеснение. Но в данном случае благодать вместо благодати можно было бы вот так перевести. То есть была благодать Ветхого Завета, но она не была столь богатой, как благодать Завета Нового. Поэтому благодать Нового Завета приходит на смену Ветхозаветной благодати, потому что там еще было несовершенство в Завете Ветхом, а в Завете Новом уже полнота и преизбыток. 17 стих. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же истинно произошли через Иисуса Христа». Как раз вот этот 17 стих и объясняет стих 16. «О Моисея еще только закон, а через Господа Иисуса Христа и благодать, и истина, то есть полнота духовной жизни». 18 стих. «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий внедре Отчим, Он явил». Завершается пролог указанием на то, что в Ветхом Завете до воплощения Сына Божия, конечно же, Бога никто никогда не видел, потому что невоплотившийся Бог это абсолютный дух. «Но вот Бог воплощается, воплощается Сын Божий, единородный Сын, сущий внедре Отчим». Вот эти выражения, выражение «единородный Сын» мы уже рассмотрели, «единородный от Отца», то есть тот, кто единственный, рожденный от Отца, значит и равный Отцу. А здесь еще Иоанн Богослов подчеркивает, «не только единородный Сын, рожденный единственно от Отца, но пребывающий на лоне Отца, то есть ближе всего к Отцу, максимально соединенный с Отцом, Он его Отца и явил». Очень интересный термин в греческом оригинале «экзегизато». Мы знаем, с вами есть такая наука экзогетика, которая истолковывает, поэтому Слово Божие, Сын Божий, когда воплощается, Он являет, истолковывает Отца, но теперь уже для нас с вами, для нашего, для нас с вами, для своего творения. Получается, что воплощение Сына Божия связано с тем, что был сотворен мир. И, конечно же, источником знаний о Боге является Сын Божий, который нам Бога объясняет. В заключение необходимо сказать о том, что не только в первом и втором стихах пролога Евангелия от Иоанна встречается хиазм, но и сам пролог представляет собой большой хиазм. Вы увидите сейчас на экране эту табличку. Первая мысль хиазма – предвечное Слово Божье, 1-3 стихи. Вторая мысль хиазма – слово «жизнь и свет для людей», 4-5 стихи. Третья мысль хиазма – свидетельство Иоанна о свете, с 6-го по 13-й стих. Центральная мысль хиазма – воплощение Слова. Затем следующая мысль хиазма – свидетельство Иоанна. Дальше – полнота благодати от Слова, 16-й и 17-й стихи. И, наконец, единородный Сын является собой Бога в мире, 18-й стих. Стрелочками обозначены те части пролога, которые перекликаются между собой. И вы видите, что таким образом введение в Евангелие не просто является возвышенным богословским произведением, но хорошо продуманным со внутренней хиастической структурой, центром которой является учение о воплощении Сына Божия. Спасибо за внимание. Подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok